всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мирошка мы сегодня вас приглашаем в новый видеоролик который очень эмоциональный он с приключениями он с картами он с банками он с кучей информации в общем ребята обязательно досмотрите этот видеоролик до конца вам он точно понравится мы не ожидали что такой видос получится он реально классный ставьте лайки комментарии пишите делайте репосты в свои социальные сети не забывайте что все самые нужные ссылки для комфортных путешествий находится там в общем погнали будет очень жарко и интересно сегодня праздник день мамы с этим прекрасным днем как любая мама у меня сегодня в праздник воскресенье приготовила огромную кастрюльку борща получился на мой взгляд очень очень вкусно сейчас мальчишки оценят и очень мне нравится эта квартира тем что пока мы славик работает я готовлю у мальчишек после занятий с утра у них все просто занятия они играют футбол вот так вот вот это да а мироша а мироша ты чем занимаешься болеешь конечно вот так вот ну вот так в эту сторону пинаем ребята вставай пупсик так ну давайте давайте оле 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 форму одели мы им в том году еще подарили форму на день рождения тоже еще они у нас просят специальные кроссовки спортивные для футбола бутсы и щитки еще да сейчас как раз чемпионат мира идет вот они его смотрят сами играют с удовольствием а вон папа наш уже в носках на джингом бэлс настенка наготовила борща мы на самом деле 100 лет уже его не ели чем же мы еще можем заниматься в доме конечно будем стричь газон у нас здесь видите такое футбольное поле подожди тёмка поэтому сейчас начнем это была моя мечта всегда что я вот пью чайок выхожу во двор свой и наблюдаю как мои дети гулять на улице гулять мячик а славянцы лежит гадон и роженька что папа делает папа красота картина маслом день мать погода сегодня замечательная кстати хоть и пасмурно но очень-очень тепло ветра практически нету а мирон у нас кстати вообще очень привык гулять на улице много и он сейчас просыпается завтракать немножко играет дома а потом просто как требует прям кричит что выпустите меня пожалуйста я хочу гулять прямо долбит стекло я его одеваю и выхожу с ним неважно какая погода на ребенок привык что вот улица это вот доступе к легком так скажем ну и конечно кашу где-то в доме включим друзьям вообще другое дело да красота да вот это там поливает очень сильно но к нам даже не собирается поэтому я думаю нужно включить эту поливайку здесь и шланг и полить самостоятельно иначе трава уже ведь стало не зелененькая желтенькая ну вот искусственный дождик у нас есть вот такая вот соковыжималочка есть огромное количество апельсин поэтому их моем и делаем сок берем апельсин и вот так вот выжимаем вот такая штука наивкуснейшая получается теперь берем вот эти чаточки и разливаем идем на улицу мальчишки за отличный день а вообще за нашу единственную маму вот маму ли заказали цветочки она как раз звонит видимо отблагодарить как всегда мы сюрпризом это делаем чтоб она не знала сейчас посмотрим это от вас? да, с праздником с праздником, мамочка спасибо большое спасибо, моя хорошая спасибо, а то я пацана пытаю говорю а от кого? от детей наверное у меня их много все утро шел дождь пьюм а сейчас вроде неплохо мы поедем в центр дела делать съедем прикиньте, что-то чувствую руль так сильно тянет короче в итоге это в итоге я щас покажу короче в итоге наиполнейшая это просто трэш у нас лопнуло колесо ну а что с ним случилось я щас камень положу ручником и самое интересное что у нас именно заметили мы там где проезжали мимо проката и парень вот очень классно на русском разговаривать разную помощь подошел принес накачивать но я думаю не знаю чем мы все закончится тут никогда тебя в беде не оставят турки они очень отзывщиновые люди прекрасно наш машина поднимается я вообще не знаю что делать подключаем чтобы накачать не знаю получится или не получится у нас такого никогда не было да славка все за все время путешествия нам нужно достать запаску мы ее никогда в жизни не трогаем даже не знаем что у нас там за запаска да славян ну да короче сейчас поржем да что вы ее сломали не смог достать запаску и парень предложил ему снять и съездить на его машине я говорю такие добрые люди как они я уже тут знакомиться да мирош с ребятами привет привет стромали стромали привет стромали как это стромали не хочешь что расскажи спасибо он так нам помогает да угу я про это и говорю чтобы заметить только возле русскоговорящего я тебе про это говорю папа просто шумоизоляция в машине хорошая я чувствую что у меня руль клинит а не слышу что вот это понял что когда уже окно открыл не трогайте не трогайте толку я говорю повезло вы же ребят таких еще словите я тебе про это говорила да я понял да что русские знают так хорошо что помочь могут показать где сделать эту вот сейчас поедем папа как будто ты знаешь что не 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 загрузили резину сюда положи на место ребятам в машину ну мы тебя здесь да оставь коляску мне а мы с ребятами подождем да славян сам на ней поедет за рулем иди сюда да подождите не мешайте мы понятны сейчас я просто сейчас я запишу телефон короче своим поедетам на этой машине это что-то с чем-то я еще не научилась вовремя классные моменты снимать наше здесь остается мы будем караулить сторожить колесо забрал парни его сопроводят на другой машине вот на той так что все парни тебя проводят давай давай удачи у тебя покажу не дам а вообще мне турок дал свою тачку механика я сто лет на механике не ездил короче не можем разъехаться это просто что-то я не знаю нереальное по ходу дела я еду Как он сказал, говорит, такая только у меня и у Майкла Джексона Так, в третью втыкаем, проскакиваем Ехать надо вот за вот этим турком, он знает куда ехать Вот это угораздило А все началось с того, что я забыл паспорт, мы начали разворачиваться Короче, жесть Пока Слава поехала, Арсен хочет купить себе семит И достали свои баночки с мелочью Оба И покупают себе семитики Пять границ есть Еще еще разные печеньки вкусные Пять Да, и торт Папа, а вам поможешь мне посчитать? Пять Задю, ты же там умеешь считать, что тебе помогать? Два И я еще Два Два Считать, ты булочная тоже девушка Возьми, Артем Понимает русский язык и говорит Сказал спасибо? Спасибо Молодец Спасибо, Слава Отложи мой пакетик пока Спасибо Хорошо, что мы с тобой в кабинетеке Да, хорошо, что мы как и папа вон уехал, мы хоть голодные не остались, да? Может у нас даже еще на чай найдется Начали помогать Вообще, мы же и такие непривыкшие Что просто берут вот так вот, помогают Блин, еще и тачку свою дают Капец Так, третья Где она тут? Вот, вроде она Ой, нет, это первая Вот так вот, третья Ой, прикол какой-то, а Еду без прав Я говорю, погоди, я права Документы на машину Он говорит Да типа не парься Наших вообще не останавливают Вам надо кошельки купить Вы пока свои копилки открываете Все у вас сыпется по всем сторонам Зашли за водой И надо ногами Отсохнуть У нас послину эти копилки Угу Хорошо Полезло, да? Это мы повезло, что сварил загорит Это наши свои загоритки Родик, долго там на полу Ты возьми две, вот, смотри Две лири Вот, смотри, вот, за чем ты убирай Окей Кофей, все Родик Иди, покупай Окей Спасибо У нас же недавно был день матери В воскресенье И ребята нарисовали свои подарочки Вот, но они не Маму не порадовали, говорят мне Что вы говорите? Мы говорим, что Мы пошли сейчас гулять У нас лопнуло колесо Мы маме купили Семь, семь, четыре селита И водички Да, и водички Все, мы спасены, короче Да Это они мне говорят Мамочка, может, ты хочешь чай? Мы зайдем попьешь чай Отдохнешь, мы погреемся Это будет тебе в честь Дня Матери Семит И сейчас еще вот чаек Здесь будет чай, мам Мы доехали Это, конечно, полная жесть На самом деле Вот уже отдал колесо Делают, надеюсь, все будет ок Приехали мы в классический УТО, где просто чинят машины И заехали вот к мужику Прикол Самое жесткое в этой истории Это то, что мы ехали снимать на почту Я забыл Мы припарковались возле почты Я выхожу, забыл паспорт В итоге мы начали уезжать И я еду И чувствую, мне так руль Вправо, короче, наклоняется Причем не сработал почему-то датчик О том, что Ушло давление с колеса Не знаю почему И чувствую, меня прям постоянно Тянет, тянет, тянет Я думаю, неужели мы колесо пробили? Открываю окно И звук такой И мне вот как раз турок кричит И говорит, у тебя колесо Я знаю, я увидел Выхожу, ну и дальше вот Просто жесть Столько лет мы путешествуем Столько Уже даже, пожалуй, сотен Мы проехали Ну парочку, так точно Никогда такого не было Чтобы мы пробивали колесо Никогда И получается, что сейчас У меня осталось 200 лир Мы же на почте так и не сняли деньги У меня их нету Я не знаю, сколько будет стоить ремонт сейчас Золотать Но очень надеюсь, что Две сотки мне хватит Еще этого мужика Надо отблагодарить Который мне дал тачку Сейчас парнишка, за которым ехали Меня подозвал Показывать на диске Из-за того, что я ехал на диске Получается Очень сильно стерся Прошелся этот мужичок Какой-то специальной там насадкой Подреставрировал его Но я так понял, что нужно завтра Приехать Ну покататься там Какое-то время И проверить, чтобы Не спускал А в целом я просто поймал саморез Уже ставят колесо Сейчас его отбалансирует Попробую это балансировать Надеюсь, подастся балансировке 150 лир Тачка просто Просто какой-то Вообще нереальный прикол Еле завелась Там какой-то надо проводок На аккумулятор кидать В итоге С горя пополам С мужиком еще на монтажа Получилось это сделать Тачка сама по себе Тонированная Так еще и полностью Торпеда Тонированная Не знаю, что он скажет За багажник Но багажник не открылся В итоге колесо здесь В салоне лежит Убрали в пакет Кстати, балансировку Колеса вообще не сделали А следующий прикол Это то, что я вообще Не помню, где машина А у Настенки Закончился интернет И никак не могу с ней связаться Забавно Большое Я уехал, говорил У меня 200 лирсов Вы были последние 150 отдал 50 еще привез У детей Были в копилке Деньги Они в итоге купили Всем по семитику Даже Мирончик купил Да Водичку Вот меня сейчас встретили А пока их не было Я не хочу сейчас, сынокчик Спасибо Я поставил колесо Все установил Вроде все нормально Это какое-то волшебство Да, это какое-то реально волшебство Я спросил у него Остановиться прям, где парень разговаривает На чистом, идеальном русском Он нам помог все И даже проводили Я в шоке Не проводили? Он дал тачку, блин Он дал машину Он сказал, где сделать Я вообще Я в таком шоке Просто приятно В общем Такое бывает Да даже не грязно Я этого Только спрашиваю Как я могу тебя отблагодарить Он типа Да ничего не надо Ты что Мы тоже когда-то в России жили И нам, говорит, тоже помогали В общем, это я к тому Что всегда помогаете Мы тоже стараемся Всегда помогать Вообще всем Я помню в Сочи Встретил чувака Мы вообще шли отдыхать на пляж Встретил чувака Который пробил себе колесо Наехал Короче, там жесть была Тоже есть выпуск Обязательно Вы тоже гляньте Мы до обеда, да, по-моему Провозились С этим колесом Там была жесть тоже Конкретная А тут Не, ну тут просто вообще Незнакомому чуваку Иностранцу Дать свою тачку У меня Ну типа Я вообще В шоке В общем Мы не сняли деньги За которые мы ехали И теперь у нас есть Определенное Оставшееся количество лир Которых нужно купить Что-то на ужин Сколько? Ну у нас очень много Сто, два У нас очень много Дома овощей, фруктов Поэтому нам нужно Только мясо Чтобы приготовить что-то Но вот Мирончик у нас Много раз видел Как детки Другие катаются Но здесь всего одна машинка Ой, какая у нас сегодня погода Шикарная Представляете Какая красота Сегодня у нас Вообще Тепленько Здорово Я хочу первым делом Сходить К машине И посмотреть Живое или там колесо Поднимаемся Конечно Первым делом Всегда поворачиваемся Наслаждаемся этим Наикрутейшим видом Так Горы на месте Море на месте Ветряки на месте Дача на месте Поэтому Отправляемся Смотреть колесо Ооо Колесо тоже на месте Да Бедненькое Бедненькое колесико Кстати Не знаю, что с диском Буду делать Но посмотрим Покатаемся Потом будет понятно Мы тут в кофты оделись А у нас так жарко Детки-то вон Правильно сделали? Так я вам говорю А вы еще говорите Оденьте то Оденьте то Я не хочу упаковываться Я налетель Сейчас сделаем попытку номер 2 Поехать в почту Раньше так было удобно В короне Ты вот просто заходишь И нажимаешь Получить перевод на карту И сразу получаешь на карту Идешь в банкомат И обналиваешься Ну, когда у нас появилась карта Мы именно так и делали А сейчас при переводе Ты непосредственно указываешь Что ты получаешь на счет Ибан Но нужно обязательно зайти С российской сим-карты По-другому не получится Уже получить деньги А дальше номер карты Вводите С которой вы делаете перевод И все И в принципе проходит оплата Ну, а дальше Собственно Вот смотрите Пожалуйста Такое уведомление Деньги отправлены Номер перевода Будет отображен В деталях операции Информативный режим Работа сервиса перевода На ибан С 9 до 17 По рабочим дням в Турции Если вы отправили перевод В нерабочее время Ожидайте зачисления На следующий рабочий день А я надеялся Что придут сегодня Если Стенькова, например Переводитель из другого банка То берет комиссию То здесь нет никакой комиссии Ты, во-первых Переводишь через корону По ебану По хорошему курсу Плюс еще и ко всему Не плачешь никаких комиссий Это, конечно, очень здорово Ради такого Можно подождать Пару дней И самое, что интересно Что, в принципе Мы не напрягаемся Потому что здесь почта классная Заходишь на почту Всегда есть деньги Нет очередей Короче, крутяк Обожаю теплые страны Вот прям красотень Начало декабря А у тебя вот так вот Просто футболочки Красота Ну, можно там Типа легкую кофточку накинуть А в целом Максимально тепло Вот она, ПТТ-шка Пойдемте снимать Вот то, что я вам говорю Очередей нет Заполняешь такой бланк И идешь получать Все готово Деньги сняли Единственное, что сегодня Женщина была странная Она заставила заполнять бланки Каждый пункт Обычно там три пункта, грубо говоря Заполняешь и отдаешь А здесь прям Здесь дата Здесь подпись Здесь фамилия Здесь имя Здесь номера Короче, сегодня что-то не повезло Пока наш Мирошка спит Мы зашли здесь В нам полюбившие кафе Настенка решила пироженки поесть Сейчас нам принесут Покажу Мы в первый день, когда сюда приехали Заходили тоже сюда Тогда здесь много ели пироженок Прям обожрались Но в этот раз решили по-скромненькому Вот такие пироженки Название неизвестно Но хранятся они в холодильнике Здесь такое слоенкое тесто Фисташки Сметана, сгущёнка Короче, очень вкусная штука Здесь такая площадь Здесь кафешечки Собственно, куда мы еще ходили Есть ступеньки такие деревянные Люди приходят, сидят Наслаждаются Море Здесь пляжики Красотища Мирошка проснулся Вот немножко ходим по магазинам И пока ждем Настенку Пришли деньги на карту Здорово Все, все работает Заняло это примерно 15 часов Домой приехали Уже все занесли Вспомнил, что забыл камеру В машине Думаю, ну ладно Окей Возьму вас с собой Заодно покажу С каким видом Можно пивасик попить Смотрите Как потрясающе у нас Будуайзер Красота Вот так вот я обычно сажу здесь на лесенку И наслаждаюсь Ну согласитесь, классно Мы как разбираем, значит, покупку, которую мы купили Да, вон три пакетища огромных Упаковку Айрана Уже взрываем Да И вот Мирошка у нас тоже любит очень сильно Айран Мы ему вот так все это дело Открываем Его Видите, как кричит Поилочку наливаем Одной рукой закрываем Видите, видите, Витя, Витя Отдай, Игорь Да, я тебе отдам Все, пей Вкусно? Вкусно? Ммм 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 Так, ну пошел Мальчишки-то он уже все Наяривает Вкусно? С хлебушком Ага, а к ужинать кто будет? Ну, ммм Ммм Вот именно что Ммм Вкусно? Ну так и живем Хе-хе-хе Вкусняшка А что? Будем пить Айран? Ча? Хороший Айран Вкусный, ну? А у славяна свой чешский Айран Ну так вот Мы купили уголь Я только думаю Можно пожарить на мангале В итоге Носенок говорит Да ну, давай это В духовке, чтобы не заморачиваться Выхожу во двор Соседи Жарить А такой Ну, е-е-е-е В итоге я тут Перед печкой Буду тоже Запускать угли Мы покупали Пачку углей Вот они О, что-то они сырые Надо сейчас посмотреть Хочу вам показать Как здесь Упаковывают угли Ну, возможно Кому-то это будет Как пример Для Кто занимается Таким бизнесом Смотрите Открываешь пачку Во-первых В пачке Сделано Вот таким еще Дополнительным Внутренним пакетом Чтобы, видимо Не рассыпалось Если вдруг порвался Во-вторых В каждую пачку Ложат перчатку Чтоб ты не пачкался А еще В каждую пачку Помимо самого угля Ложат Деревяшки Это для того Чтобы без розжига Разжигать Прикиньте Какая забота Вот Все Мы сейчас Мы тут С роджином Будем Делать Костерчик В общем Перчатка Это максимально Конечно Удобно Вот так Вот туда Кусочек От упаковки Эти деревяшки И уголек Сейчас будем Разжигать В общем Получилось У нас Не так долго Мучились Да? Угу Ага Сейчас будем Голень Жарить Сейчас прогорять Немножко А пока у нас Там Прогорают угли Носенка Вот уже поставила Картошечку Будет пюрешко Я сейчас быстро Замариную Голень И будем Загружать Печь Носенка Делает салатик Мы с Роденечком Берем мясо И Пошли Да Пойдем 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 Блин Как же Все таки здорово Когда у тебя Есть участок Когда у тебя Есть мангальная зона Мироша Стой А Мироша Просто за нами Наблюдает Так Двигаемся 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 Здесь конечно же Ничего не видно Так Ладно Тогда покажу вам Точнее Я вам просто Продемонстрирую Этот звук Слушайте внимательно Обожаю Этот шип Красота У нас получается Наивкуснейшая Просто Давно не делали Голень На углях Сейчас есть Такая возможность Поэтому Конечно Жарим А тут Что это духовка Красотища Красотища Да Родик Роденчик Со мной Помогает Молодец Ну Собственно Все готово Блин Как же рад Что у нас Получилось Снять Такую Квартирку Вилку Дом Как угодно Можно Называть Обзывать Что у нас Есть и участок И мангальная Зона И магазины И все Что нужно Рядом И даже Кошки Не-не-не Подруга Я тебе Не дам Так Ну все Идем Заносить Видали Сколько их тут Котов Ну и вкуснота Сейчас мы постучимся Подходите Ооо Тут дискотека Ооо Настенка за временем Сделала Пюрешечку Пюрешечку Все Мы будем садиться Кушать Подходите Мирона Он требует Давай Садись Ой Мирошка Требует Чтоб его посадили Садись Все ребятки Мы будем кушать Такой видеоролик У нас с вами получился Как вам Пишите комментарии Как говорится Не без приключений Все таки Мы же Про travel тематику И про вкусный ужин Пока